Я думаю, что интуитивная часть в футболе никогда не угаснет, потому что все-таки такой вид деятельности... Конечно, сейчас тоже футбол очень сильно наукообразен. Существует огромное количество аналитических систем. У нас в клубе информационно-аналитический отдел играет важнейшую роль. То есть я всегда получаю массу объективных показателей от докторов, от тренера по физподготовке после проведенного матча. То есть абсолютно все данные я получаю, но все равно футбол таков, что его невозможно разложить только на голую науку. Я знаю тренеров, которые пытались только по объективным показателям, например, ставить игроку в стартовый состав. И действительно у этих команд пропадала изюминка, у них не хватало нестандартности, и от этого команды проигрывали. Я могу сказать так, что вот футбол, сколько они пытаются, его пытаются разложить на полки, конкретные факты, кто куда бежит, все это. Это все можно сделать, но только до штрафной чужой площади. Потому что в штрафной площади все равно все действия непредсказуемы, они импровизированы. Именно поэтому, наверное, креативные игроки, игроки атаки, они настолько ценятся в мире, настолько готовы за них платить огромные суммы, и такие гонорары у них. Потому что действительно все остальное можно выстроить, подобрать, систематизировать. То есть сегодня это реально благодаря и науке, и тем технологиям, которые есть в футболе. Но вот то, что придает игре шарм, то, что действительно ради чего ходят зрители, это, конечно, способны только личности. И я могу сказать, что мое личное мнение, что роль личности в футболе только растет. Продолжение следует...